Привет друзья! Эту актрису знают и любят не только на родине, но и за рубежом. Чулпан Хаматова яркая представительница молодого талантливого поколения современных актёров кино и театра. Недаром её имя переводится как «Утренняя звезда», она действительно настоящая звезда, взошедшая на кинематографе. Родилась Чулпан Хаматова 1 октября 1975 года в Казани. Семья у неё самая простая, и мама и папа были инженерами. Кроме Чулпан в семье есть ещё младший сын Шамиль, который родился через 10 лет после сестры. Он тоже стал актёром и служит в современнике. Творческие способности проявились у девочки очень рано, с детства Чулпан отлично танцевала и пела. Она росла очень чувствительной и впечатлительной, но при этом была достаточно замкнутой и необщительной, поэтому родители даже не предполагали, что их дочь мечтает связать свою биографию с кинематографом. Семья прочила и будущее рядового инженера. Девочка была татаркой по национальности, но совершенно не владела родным языком, потому что вся семья изъяснялась на русском. Когда Хаматова пошла в восьмой класс, то театральный кружок решил поставить спектакль «Маленький принц», где ей досталась главная роль. Но всё-таки девушка не думала всерьёз о карьере актрисы, поэтому продолжала учиться в школе с физико-математическим уклоном. В старших классах девушка полюбила творчество группы Битлз, могла часами слушать их музыку. Хаматова как-то быстро повзрослела, ей было неинтересно со своими ровесниками, поэтому девушка завела себе друзей студентов, ходила с ними в походы и отдавала предпочтение рваным джинсам. Школьных учителей очень раздражал имидж ученицы, но они не могли предъявить к ней серьёзных требований, ведь в табеле у неё были только отличные оценки, с точными науками она была на «ты». Все знакомые семьи учителя говорили, что из неё получится великий экономист. В выпускном классе девушка уже точно знала, что хочет стать артисткой. Она щёлкала сложные уравнения как орешки, но видела себя в искусстве. Она стала студенткой Казанского финансово-экономического института, причём поступила без экзаменов. Но ни одного раза даже не посетила лекции. Просто забрала документы и пошла поступать в Казанское театральное училище. Что-то такое было в этой девчушке, что преподаватели решили прослушать её индивидуально. После этого Чулпан пополнила ряды студентов этого училища. Она училась на курсе Каревой, первой жены режиссёра Говорухина. Преподаватели очень быстро поняли, что перед ними настоящий самородок, которому нужен совершенно другой уровень обучения, и посоветовали Чулпан ехать в Москву. Она взяла с собой маму, которая в душе надеялась, что дочь провалит экзамен и никуда не уедет из Казани. Хаматова решила попытать счастье в ГИТИСе, где в то время набирал актёрский курс Бородин. Он был очень известным педагогом, к тому же Чулпан была в него тайно влюблена. Бородин заметил девушку ещё на втором туре и взял в свою мастерскую. В отличие от других актрис, Чулпан Хаматова никогда не любила выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь, крайне редко даёт интервью, её считают одной из самых загадочных звёзд экрана. Если доведётся взять интервью у Чулпан, можно много услышать о её творческих планах, работе в благотворительном фонде, новых фильмах. Но тема личной жизни – табу. По этой причине лишь единицы поклонников знают, что Хаматова – многодетная мама и воспитывает трёх дочерей. Старшей дочери уже 19 лет. Она родилась, когда актриса состояла в официальном браке с Иваном Волковым, русским бизнесменом. Пара познакомилась во время совместного обучения, в театральном вузе. Учитывая вечную нехватку денег у студентов, молодые люди сыграли скромную свадьбу. Эйфория прошла весьма быстро, уже в первые годы семейной жизни они поняли, что кардинально разные. Даже, несмотря на рождение дочери, пара приняла решение о разводе. С первым супругом Чулпан, сохранила тёплые дружеские отношения. Мужчина принимает активное участие в воспитании дочери. Сама Арина не публично, учится на музыканта, увлекается спортом. Отцом второй дочери актрисы стал танцор Алексей Дубинин. Хаматова познакомилась с мужчиной во время совместных гастролей по Европе. Между молодыми людьми быстро вспыхнула головокружительная страсть, переросшая в стремительный роман. В результате отношения у Чулпан появилось до часа. Но пара не скрепила отношения браком. Причина банальна, Алексей был женат и не захотел рушить семью. Отношения длились ещё некоторое время, но быстро сошли на нет. Сейчас девушке 17 лет, как и старшая сестра, девушка увлекается музыкой, а вот к актёрской карьере равнодушна. Александр Шейн, второй официальный супруг Хаматовой, от которого актриса родила третьего ребёнка. В 2010 году Чулпан стала многодетной матерью трёх дочерей. Младшую девочку назвали необычно, Ия. Отношения в паре были прекрасными, муж был не только любящим мужчиной, но и настоящим другом, готовым прийти на помощь. Несмотря на это, брак опять распался спустя пять лет. Но Александр продолжает помогать бывшей жене с воспитанием ребёнка. Чулпан рассказывает, что в отличие от многих детей, и её дочки равнодушны к гаджетам, не проводят всё свободное время в интернете. У каждой из них есть своё хобби. Между собой девушки тепло общаются, и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Все девочки любят поэзию. Несмотря на плотный рабочий график, актриса проводит с дочерьми максимум времени, старается передать им свои лучшие качества, учит милосердию, прививает любовь к творчеству. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.